МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире персональный акцент. Итак, дан старт предвыборной кампании парламентских выборов 2019 года. Каковы ее особенности? На что следует обратить внимание в момент голосования? И как, собственно, оно будет проходить? Об этом и многом другом предлагаю обсудить с нашим гостем, юристом Фадимом Нагачевским. Здравствуйте! Здравствуйте! Представитель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу уже сообщила, что 31 января станет известно, сколько электоральных конкурентов будет официально зарегистрировано на парламентских выборах от 24 февраля. В четверг закончится срок подачи заявок, как было сказано, на регистрацию в качестве конкурентов на выборах. А в течение 7 дней Центральная избирательная комиссия уже должна вынести свое решение, кто участвует, кто в итоге, в общем-то, наверное, в силу каких-либо обстоятельств, финансовых нарушений, может, некорректно собранных подписей, уже будет не участвовать. Вот тогда такой вопрос. Раз сегодня стартовала избирательная кампания по выборам в парламент Республики Молдова, говоря простыми словами, что это означает? Что, в общем-то, каким образом будет регламентироваться сегодня жизнь конкурентов, избирательных конкурентов? Как регламентируется партийная жизнь в этот период в Республике Молдова? Как регламентируется работа средств массовой информации по освещению избирательных кампаний? Вот такой комплексный вопрос первый. Да, значит, на основании избирательного кодекса есть очень много регламентаций по поводу, как должны себя вести электоральные конкуренты. Во-первых, нужно понимать, что с 25 января, в принципе, у конкурентов появились дополнительные права для того, чтобы они освещали свою деятельность, для того, чтобы они продвигали свою электоральную платформу и разговаривали с людьми, с общественностью, для того, чтобы убедили людей голосовать за ту или иную партию, за того или иного кандидата. В принципе, на основании избирательного кодекса самые важные элементы, которые... В принципе, есть свобода действий с сегодняшнего дня. Можно говорить, что хочешь, за кого голосовать, как голосовать, против кого нельзя голосовать. Все, что хочешь. Но самые большие проблемы, это, в принципе, финансовые вопросы. На основании избирательного кодекса любые продвижения партии и кандидатов должны финансироваться через специально открытый фонд на основании каких-то условий, как оно происходит. Финансирование очень императивно регламентировано избирательным кодексом. И в случае, если кандидат либо конкурент нарушает в любом формате условия финансирования электоральной компании, то это, в принципе, является элементом для исключения кандидата либо конкурента из избирательной гонки. И тут есть не только просто, чтобы финансирование шло через... Для этого, в принципе, что делается? Каждый кандидат должен открыть специальный фонд, так называемый электральный фонд. И только туда вливать деньги на основании условий, установленные законы. И выплачивать любые растраты за электральные компании тоже из этого фонда. Но электральный кодекс санкционирует не только, если ты платишь из вне фонда, но устанавливает в центроизбирком, устанавливает порог растрат в избирателе компании. Значит, устанавливается порог в высший потолок. Если вдруг партия либо кандидат переплачивает, то в данном случае это тоже является элементом до исключения из избирательной гонки. Второй элемент, это очень важный, который, в принципе, каждый кандидат должен знать, что нельзя в любом формате использовать в своей электральной компании иностранных лиц. Продвижение с помощью иностранных лиц, это, опять же, является элементом для исключения из гонки. За продвижение иностранными лицами пока я не помню, чтобы было прецедента исключения из гонки, но это не означает, что надо нарушить. Это может произойти в любой момент, так как является, такая норма есть в электоральном кодексе. Почему я так говорю? Потому что я замечаю, что уже есть конкуренты, которые, в принципе, забыли про эту норму. Это статья 52-я или нет, 3-я, я специально им напомню, и 75-я статья избирательного кодекса, где указано, что если используешь иностранное лицо, то это может повести к исключению из гонки. То есть появляются какие-то фотосессии, где наши электоральные конкуренты разговаривают с теми или иными политическими лидерами. И здесь уже мы можем назвать, открыто это является тот же Андрей Настас, это является та же Майя Санда, которая использует вот этот ресурс, абсолютно неконтролируемый, по-моему. Это неправильно то, что они делают. Тут я могу напомнить... Мне кажется, подозревать и в какой-либо юридической неосведомленности, наверное, не стоит. Я уверен, что это не является незнанием закона, это делается специально, это провоцируется власти для того, чтобы, ну что, слабо меня, вы не исключите за избирателей гонки. В принципе, я понимаю, что они по этой позиции идут. Чего они добиваются, деликатизация избирателей гонки или чего они добиваются, это довольно-таки сложно понять. Ну, я думаю, что со временем все будет ясно, чего они добиваются. Ну, что последнее, это самый вопиющий случай. То, что появились вчера фотографии, фотосессии Андрея Настаса рядом с Иоханнесом, это одно. И они пошли даже через спонсоризированные вот эти посты на фейсбуках. То есть продвижение на финансовые службы. Через продвижение, это одно. Я напоминаю, что 22 января было так называемые дебаты, которые были сделаны в одной фундации на территории Румынии. Фундация, ну, неважно, по Черному морю. Значит, эта фундация, если открываешь FUMN, она так и называется, FUMN.RO, вот открываешь там информацию о том, что есть дебаты, сидит под фотографией Майи Санду и Андрея Настаса. Эту фотографию я хотел посмотреть, откуда она взята. Она взята прямо с сайта блока Луи Акум. Блока Акум.мд. Именно этот блог специально был открыт, страница онлайн была открыта Акум.мд для продвижения, в принципе, блока Акум. И они оттуда взяли фотографию, поставили, информировали общественности о том, что вот есть такие дебаты. Они называются по поводу выборов в Республике Молдова. Там Майя Санду и Андрей Настаса делали, ну, агитацию, открытую агитацию, в принципе, за себя и против каких-либо партий на территории Республики Молдова. Используя иностранные ресурсы, используя иностранную фундацию, в принципе. И Майя Санду, она была, там, ей задавали пару вопросов, и она даже признала, что мы тут находимся на основании финансирования сделанной фундацией, иностранной фундацией. Что я могу сказать? Там было и нарушение, потому что там разговаривали и иностранные лица, рядышком с Андреем Настасой и Майя Санду, которые никогда не влезали, не останавливали вот эти ситуации. В принципе, там и иностранные лица были использованы, и незадекларированные суммы, и использование фундации для своего продвижения. Продвижение, финансирование через фундацию, в принципе, прямое финансирование через фундацию — это запрещено законом. Это одно, когда ты идешь и трансферт деиммачен имеет, как, трансферт... Образа. Трансферт образа — это одно. Тут идет просто не трансферт образа, а финансирование через иностранную фундацию. Это запрещено законом, и за это исключают изгонки. Вот я всегда спрашиваю, зачем они это себе позволяют? Разве мы идем в этой электоральной кампании по принципу, что слабо бы нас исключить, потому что за нами Евросоюз или, не знаю, там Соединенные Штаты, по-моему, это неправильно. Вы же говорите, что вы хотите, чтобы у нас были демократические, правильные, открытые выборы. А вы позволяете себе, в принципе, нарушать по беспределу законодательство Республики Молдова. И, в принципе, своими действиями вы устанавливаете вот эти элементы двойных стандартов. Вот вопрос, какие-то партии соблюдают законодательство, другие партии не соблюдают такое законодательство. А разве законодательство Республики Молдова не для всех на территории Республики Молдова? И вот у меня вопрос тоже и к ЦИКу. В таких случаях, что мы должны понимать? Какие правила мы должны... Потому что сегодня я слышал, как Тергуц, и он кандидат именно от блока ОКУМ, они попросили исключить одного в неспаренных, ну, скажем, господина Плохотнюка. И он спросил, вот скажите, пожалуйста, при сборе подписей там какие-то несостыковки он видел, типа на момент сбора подписей против Плохотнюка. И он подал жалобу. Подал он жалобу через 20 дней после того, как это так называемое беззаконие произошло. Но любые жалобы подаются в течение трех дней. Он говорил, что он не знал про такую ситуацию ранее. Хотя про эту ситуацию, то, что за господина Плохотнюка специально там собирались, были столько репортажей на всех телевидениях, что я ему не верю, что он не знал о том, что это было ранее. А он подал через 20 дней. Почему он подал через 20 дней, не подал в установленные сроки? И он говорит Центроизбиркому, что он подал для того, чтобы ему были ясны правила продвижения. Почему кому-то можно так действовать, а другому нельзя так. Юрий Чокан, в принципе, ему объяснил, что есть сроки подачи. И это есть правило, и каждый должен держаться за это правило. Если ты реально хотел побороться с этим кандидатом и доказать, что он неправильно себя вписал в гонки, ты должен был подать в течение трех дней. Вот то же самое и в этой ситуации. Получается, пиар бесстрашного, в кавычках, человека. Абсолютно. В принципе, вот этими движениями ты начинаешь виктимизироваться и делать пиар оппоненту своему, и говоришь, что Центроизбирком является беззаконием. Вот и в этом случае, опять же, как я знаю, партия социалистов, вот то, что я разговаривал про ситуацию с Майей Санду и Андреем Анастасовым, как я знаю, партия социалистов подала жалобу в Центроизбирком и суд для того, чтобы установить. Такие правила допустимы, то, что это было 22-го, в срок была подана эта жалоба для того, чтобы Центроизбирком установил правило. Можно так действовать? Можно использовать иностранные лица в электоральной компании? Можно финансироваться иностранными фундациями или нельзя? Если им можно, то скажите, Центроизбирком, скажите нам, что можно всем, чтобы все знали, как себя вести. В таком случае, почему, да, ведь быть равны. А иначе это называется беспредел. Ну, вот такой вопрос. Кто может, так сказать, инициировать жалобу? Я так понимаю, что по кодексу, электоральному кодексу, у Центральной избирательной комиссии нет ни карательных каких-либо возможностей, но и, во всяком случае, должны сохраниться мониторинговые возможности, отмечая нарушения, а дальше эти нарушения должны быть куда-то представлены. В суд, в какие-то либо другие организации. Вот кто может инициировать и как дальше действовать? Любая подача, любая жалоба против действия либо бездействия электоральных конкурентов, первое, нужно знать, что это подается в суд. В суд, если против ЦИКа, если есть решение ЦИКа какое-то, ты не согласен с ним, то тогда подается в апелляционную палату. А все остальные действия либо бездействия электоральных конкурентов, то подается в суд первой инстанции. Если это кандидат какой-то из гладян, из Каушан, то в суд из этой местности подается и проходятся все инстанции. Первая инстанция, апелляционная палата и высшая студебная палата. Если вопросы состоят по поводу финансирования одного либо другого кандидата, либо электорального конкурента, в таком случае жалоба подается в электоральную комиссию, в Центризбирком. Почему? Потому что любая несостыковка по финансированию может привести к исключению изгонки. Поэтому сначала ты подаешь в Центризбирком, Центризбирком рассматривает материал, если она устанавливает, что есть реальные нарушения, эти нарушения нельзя быть толерированы, и это ведет к исключению изгонки, то тогда она подает запрос в апелляционную палату на исключение изгонки того или иного кандидата или того или иного конкурента. Также Центризбирком может установить, если там нарушение не специальное, если маленькое нарушение по финансированию, она может предупредить, сделать предупреждение в первый раз, потому что есть и такие практики, что она делает предупреждение и не сразу исключает изгонки. Но если человек, либо кандидат, либо партия действует опять же по беспределу и дальше, то тогда у Центризбирком не остаются других мотивов, кроме как обратиться в суд, для того, чтобы была исключена изгонки та или иная партия. Ну вот, раз мы заговорили о нарушениях, хотелось бы продолжить и в таком ключе. Понятно, что, наверное, самые большие нарушения электоральных конкурентов – это финансовые нарушения, это использование возможности зарубежного влияния на умы избирателей. И вот в этом контексте существует ли какой-то кодекс взаимоотношений избирательных конкурентов? Вот что можно в качестве обвинений предъявлять друг другу? Может быть, есть какие-то красные линии, через которые бы не хотелось или не рекомендовалось бы, например, приступать? Значит, у нас есть первая, это императивная норма, это является избирательный кодекс. У нас есть очень много регламентов, специальных регламентов на каждые выборы, изданных в Центризбирком. Есть регламенты, концепции, выданы специальные решения, даже ЧИЧА, Консилию по телерадиовещанию, которые тоже специально выдают и для масс-медиа специальные регламенты для того, чтобы устанавливали правила поведения. И они являются императивными. А там, где не регламентировано, в принципе, включаются так называемые принципы демократии. Принципы демократии… Что не запрещено, то разрешено. Не то, что… Это один из принципов, то, что не запрещено, то разрешено. Но есть и принципы добросовестности, в принципе, этики, морали. Есть элементы, которые, в принципе, делают нас людьми. И вот тут зависит уже от каждого человека, что для него означает быть или не быть человеком. В принципе, тут включаются вот эти человеческие качества. Есть у него или нет. И каждый, в принципе, гражданин должен посмотреть и понять. Это просто банальная пропаганда, дешевая пропаганда. Это просто фейк против одного или другого избирательного кандидата. Он должен решить для себя. Вот я вспоминаю ситуацию с выборами по Кишиневу, которые были ранее. И Ваню Чабана, который кандидат от партии социалистов, там его обвинял Андрей Настаса по поводу того, что он в каких-то схемах работал с Сильвией Раду, что он за деньги выдавал, специально создавал конфликты против строителей после этого, для того, чтобы получать какие-то откаты. И после этого решались все эти вопросы. Вот все эти беспредельные декларации были опротестованы в суд. Были опротестованы декларации Андрея Настаса. Он проиграл суд. Хотя они попытались повернуть, что типа вот только один лей дали. Да проблема не в лей, а проблема в том, что ты обманщик. Ты банальный политический мошенник. Вот в чем проблема. Потом появился этот Песларук, Верджилию Песларук от Майи Санду. То же самое. И обвинял в возможном и невозможном Андрея Настаса Ваню Чебана по поводу того, что он с Сильвией Раду в какой-то схватке. Вот сегодня суд выдал решение, где его обязали опровергнуть вот свои мошенническо-политическо-мошеннические декларации. Вот это является добросовестность поведения. Потому что они должны понимать, что выборы есть сейчас. Через полгода будут выборы в мае 2019 года местные. Потом через 4 года опять выборы на парламент. Если ты будешь постоянно компрометировать себя фейками, обманом, обманом оно выйдет. Мы политически не должны рассматривать сроки только сегодня и все. Политические сроки, они очень длинные. 4 года, 8 лет. Если ты хочешь просто прожить один электоральный цикл, то тогда можешь говорить, что хочешь. Но потом ты должен понимать, что вот ты со своим обманом должен жить. Как ты будешь после этого жить? Или становиться политическим трупом. По-любому. Ты умрешь как политик. Ты умрешь и очень быстро. Потому что все это... А этот обман все равно станет заявью. Все равно люди поймут, что ты банальный обманщик, банальный популист, который ничего хорошего не сможешь делать. Я смотрю, это исторические такие декларации даже от Андрея Анастасова, что он придет тут, поменяет всю систему. Я слушаю его. Вот системный человек, который работал в прокуратуре, который работал в адвокатуре, который, в принципе, работал в системе юстиции, потому что он адвокат, он представлял разных сторон, и он шел в эти суда и защищал права своих клиентов. Сегодня вся система юстиции под столом, потому что он сегодня политик. А он не понимает, что он делает. Они делегитимизируют, в принципе, систему. А потом с этой системой нужно работать. Мы не можем взять эту систему, выбросить и поставить новую. Есть одна система. Если там есть какие-то проблемы, какие-то людьми, то нужно думать насчет этого. Если ты выходишь и просто кричишь, что все плохие, всех уберем. Мы не можем убрать 3 миллиона людей, выбросить, потому что им либо красный свет не нравится, либо синий, либо зеленый, либо непонятный. И взять и принести сюда швейцарцев на полгода, для того, чтобы поменять систему, поменять формулу мышления. Они должны понимать, что это являются наши люди, и с ними нужно работать. А то, что они приходят с вот этими лозинками дешевыми, пустыми, в принципе, не показывая, как решать вопросы, вот для меня вот, я им не верю. Не верю. Хотя Майя Сандо, она вроде бы красиво разговаривает, но я ей тоже не верю, потому что она не приходит с нормальными реальными предложениями, как решить даже банальный вопрос. Ну, вышел Андрей Настас, я до сих пор помню, как он, этот, как называется, кинотеатр. Ну, сфотографировался на пару кирпичей, и все, этим закончилось. Сделал себе пару пиара, и больше ничем оно не закончилось. Но это неправильно. Ты же адвокат, ты знаешь, как юридически можно действовать для того, чтобы эффективно защищать права кишиневцев. А ты этого не сделал, потому что тебе лень. Тебе лень, ты просто ленивый политик. Иди, возвращайся в адвокатуру и делай то, что ты можешь делать, если и там ты можешь делать. Хотя у меня уже появляется сомнение, что он и там может справиться, исходя из своей позиции, грязной позиции по поводу судебной системы Республики Молдова. Это неправильно. Нельзя дискретировать все институты власти. Да, можно предлагать решения по улучшению системы. Нужно только так, только так. Я смотрю же на их контестации, потому что они подают разные контестации, разные заявления в суд, в цик. Я их читаю, я их вижу, они никогда не документированы. По-любому, если ты идешь с левой бумажкой, ты получишь левое решение, потому что не может тебе суд сказать, что ты прав, если там видно, что у тебя ничего не написано. Сначала задокументируй то, что ты говоришь. Докажи, и потом получишь судебное решение. То есть это получается имитация такой политической деятельности. Значит, это использование судебной системы, центра избиркома для своего политического продвижения. Это губительно для, в принципе, для всей судебной системы. Да и для этого политика, который делает это движение. Потому что все эти телодвижения, они короткосрочные. Они очень быстренько тебя убирают из... Ну, к сожалению, вынужден констатировать такой факт, что память избирателей, но несколько коротка. Ведь не так давно мы с вами были свидетелями того, как приходил на политическую арену человек, который утверждал, что до него на этом участке работы, так сказать, все было плохо, а с его приходом станет все лучше. В итоге столицы у нас нет. Можно так говорить, потому что мы имеем просто какой-то конгломерат, территорию, где проживает много людей. Ну, есть один элемент сегодня очень важный. Фейсбук, в принципе, масс-медиа ничего не забывает. Я смотрю, что каждый там где-то там записал себе кусочек. В великом хранилище оно все есть. И мы можем им напомнить, что они обещали, что они сделали для того, чтобы люди... Ну, так сказать, освежили память. Освежили память и решили, что оно было, как оно происходило, даже по ситуации с Майей Санду. Я не люблю, когда используются формулы секуристи. Ну, это информация, которая появилась по поводу того, как оно фирансировалось в 2016 году. Я против таких формул, в принципе, работы против электоральных конкурентов. Но после этого появилось еще и какое-то аудио дополнительное, где Андрей Настасов, в принципе, по телефону со слусарем говорит, а вот Майя Санду было выдвинуто бандитами в 2016 году. И тут появляется вот эта инвестигация, где устанавливается, что ей где-то выплачивали какие-то непонятные лица с сомнительным прошлым и с сомнительным будущим, в принципе, на территории Республики Молдава. Верить или не верить, я не знаю. Я не знаю. Ты даже и одному, и другому начинаешь. И в принципе, как я понимаю, все эти элементы выходят в прессу, везде в маслете, выходят из-за того, что сами они позволяют себе вести, не помня принципов демократии, морали, добросовестности. Потому что если ты против кого-то высказываешь, что он абсолютное зло, ничем не доказывая, ничем, то жди ответки, жди обратки. Вот у каждого есть какие-то возможности. Он воспользуется своими возможностями, чтобы доказать, что ты обманываешь. А они этим не думают. Вот даже та Майя Санду, она с 97-го что ли года только в министерствах работала. Она же была системным человеком. Вдруг она откуда-то не возьмись, она является антисистемным. Ну как? Партия зарегистрирована в министерстве юстиции. Партия идет в судах. Партия идет, регистрируется в ЦИК. Партия идет в конституционном суде для того, чтобы выборы были признаны либо не признаны. А ты говоришь, что ты антисистемный. Как ты антисистемный, если ты используешься вот всеми этими элементами для того, чтобы бороться за власть? Ты не можешь быть антисистемным, в принципе, по логике вещей. Антисистемный это должен быть антиреспублика Молдова. Это является. Потому что система это что является системой? Это законодательная система, это судебная система, это исполнительная система и это масс-медиа. Ты что, против республики Молдова что ли? Ну не можешь ты быть антисистемным. Получается, это просто, да, будем говорить, такой вброс пиара. Дешевый вброс пиара. Для того, чтобы привлечь к себе внимание. Если вот еще продолжить тему нарушений. В случае, если граждане становятся свидетелями тех иных нарушений, например, в день голосования, либо, например, в период вот этой финальной стометровки перед днем голосования. Куда они могут обращаться? Как это должно происходить? Для того, чтобы, ну, знаете, все-таки мы рассчитываем, что избиратель наш в большинстве своем активен. И не пройдет мимо явных нарушений, которых, в общем-то, мы, например, журналисты, как правило, вот особенно в день голосования фиксируем огромное количество, ну, касающихся, допустим, некорректного отношения вот избирательных конкурентов. И агитации, которая буквально происходит на избирательных участках. Да, это не только на избирательных. Вот даже сегодня было вот это лансарь у Фчалы, вот всех конкурентов, я смотрю, там, при здании парламента там сидят и фотографируются, делают себе лансари компании электоральных, хотя это запрещено, в принципе, законодательно. То есть использование символов государства? Да, это используется просто по беспределу административные ресурсы, используются по беспределу, в принципе, символы республики Молдова. Это запрещено законом. И это запрещено законом еще при… было принято при Альянса Пентроинтеграрии Европяны, где тоже Майя Сандо была тогда. Вот я не понимаю, тогда ты говорила, что это надо, а сейчас ты вообще не смотришь на это законодательные нормы, за которые ты голосовал, когда-то либо соглашалась с такими нормами, чтобы они были включены. Но, в принципе, каждый избиратель, каждый человек Республики Молдова, если констатирует какие-то нарушения, имеет право протестовать. Как и электоральные конкуренты могут протестовать. Вот те же права имеет любой избиратель на территории Республики Молдова. Любые действия или бездействия электронных конкурентов должны протестовать в суд просто. Если по финансированию в данном случае оно подается в Центроизбирком. Если какие-то нарушения по прессе, то в данном случае, опять же, все зависит. Если телевидение, радио, то тогда это подается в Чича. Если по поводу масс-медиа газеты, писанную масс-медиа, то это подается, опять же, в суд. Для этого они могут и сами обратиться. Потому что, если открываешь чек МД, там все эти регламенты есть, которые были приняты. В Центроизбирком они все опубликованы. Там и драфты контестации. Все-все-все опубликовано. Все сделано для человека. В принципе, ЦИК довольно-таки открытый. Он даже где-то толерирует больше, чем надо. Вот честно, я смотрю на них, и они во имя демократии толерируют очень много нарушений, которые они имеют. Такое элемент просветительства. До того, я понимаю, о чем идет речь. Ведь, например, можно даже скачать форумы заявлений. Любое, да. Да, да, подписать и отправить без проблем. Это не нужно специальных знаний для того, чтобы подать вот эту контестацию. У нас нету, в принципе, практики. Вот я смотрю, очень редко люди, когда обращаются в органы для того, чтобы протестовать действия конкурентов. Очень редко случаев. Почему? Ну, я не знаю. Я не думаю, что из-за юридической безграмотности, а все-таки из-за гражданской пассивности. Вот именно гражданина Республики Молдова, который всегда ждет, чтобы за него кто-то другой подал. Потому что, ну, не хочет влезать в конфликт с системой. Всегда, я понимаю, что у нас в голове где-то там записано, что если мы что-то выскажем, против кого-то что-то подадим, то может машина тебя поломать. Ну, есть такие элементы, но мне нужно вот это абсолютизировать. Все равно за свои права надо бороться. Если ты являешься гражданином и ты веришь в будущее этой страны, ты должен бороться. Потому что даже политики, я всегда говорю, любой политик, он реагирует не на индивидуальные случаи, это самое, потому что он и является политикой, потому что в парламенте 100 человек. Они реагируют, в принципе, на системные проблемы, комплексные проблемы. Для индивидуальных проблем вот есть целая бюрократическая система, которая должна реагировать. А если мы покажем, люди, активисты покажут, что проблема не единичная, вот есть 100, 200, 300, то тогда подключается и вот высшие эшелоны политики. А люди у нас еще не поняли этого. Вот поэтому и говорится, при сегодняшнем публике, гражданский протест должен быть. Для того, чтобы показывать, только тогда ты будешь услышан. То, что у тебя, если просто банальная петиция к парламентарию, ну не жди ты от парламентария, что он тебе решит вопрос с судебной системой. Если твой индивидуальный случай, что у тебя не поделились какие-то там земельные участки со своим соседом. Для этого есть судебная система, для этого есть адвокаты, которые, в принципе, влезают, и система так работает. У нас просто все ждут, что президент должен решать судебные вопросы, любые, любые индивидуальные вопросы, и парламент. Но так не бывает нигде в мире. И вот у нас пытаются вот все оппоненты оппозиции дискредитируют все, и всех только из-за того, что как бы люди... Да, у них есть смещение понятий, подмена понятий, когда президент должен, в общем-то, заменить в их понимании, допустим, судебную систему, или министерство образования, либо еще. Ну и так легче, потому что, почему? В принципе, защищать свое индивидуальное право, это... Да, надо тратить энергию. Надо читать, и вот из этого. Это элемент, когда мы, ну... И легче перекинуть на политика проблемную. В силу пассивности, инфантильности, как бы делегируем это право тому, кто сильнее нас. И думают, ну раз он добился для себя, где-то отчасти, возможно, добьется для меня. Но это инфантильность, это как раз тот момент, когда, ну как бы, ты вот в воронке своего бездействия можешь утонуть. В принципе, да, кто-то протянет тебе руку полностью в силу, например, решаемости твоей проблемы, а другая проблема не решается без твоей собственной активности, без своего собственного участия. Как, ну, в общем-то, изменения в Республике Молдова без нашего активного участия невозможны. Просто наблюдать за тем, как проходит выбор, а потом удивляться, почему, в общем-то, ничего не изменилось, стало еще хуже. Вот как раз это и есть результат вот этой инфантильности. Ну, вот такой вопрос, опять же, к нарушениям. Например, мы часто вот в день выборов реагируем на такие звонки наших зрителей, избирателей, которые вдруг не нашли своей фамилии в избирательном участке. Или наоборот, нашли фамилию, ну, уже кто-то проголосовал. Либо на, либо третий случай, когда по месту их жительства вдруг оказывается, что он с ним сожительствует еще лет, там, человек 15, там, 5, 10, ну, неважно. Вот в этом случае, куда ему обращаться? Сразу в суд или на месте на избирательном участке можно решить этот вопрос? Есть ли какие-то, может быть, системные, ну, как бы, система делегирует кого-то на избирательном участке? Давайте мы вспомним, что день голосования, до дня голосования есть еще 30 дней, в принципе, 29 дней, где каждый избиратель может зайти на сайте ЧКМД для того, чтобы проверить на основании своего ИДНО, если он записан правильно, где у него прописка, для того, чтобы он понял, где может голосовать. Это первая формула. Второе, за пару дней до голосования, в принципе, избирательный, каждый избиратель может зайти на избирательный участок, чтобы он посмотрел, если он арендировал, именно там, где он всегда голосовал, чтобы он понял, там он находится дальше в избирательных списках, нету там ли ошибок, все это делается предварительно. Но даже если ты приходишь в день голосования, и ты показываешь паспорт, где указано, что у тебя там есть прописка, тебя все равно примут, даже если случайно там есть ошибки в бумажных списках, что у тебя нет, потому что делается, есть базовые списки, списки суплементарий, тебя вписывают в списки суплементарий. Значит, формулы, действия есть. То, что голосовали другие, ну, я слышал про такие ситуации в 2015-2016, но я в такие случаи, это была ситуация, как я помню, на севере, что человек был за границей, кто-то проголосовал за него на территории Республики Молдова, и помню, что было и какое-то уголовное дело возбуждено по этому факту, я не знаю, чем это закончено. В принципе, вот такие методы манипуляции с выборами, это может быть 0-0-0-0-0-0-1 процент, потому что сегодня есть вот эта система электроник, которая дублирует в принципе возможности блокировать таких с кем-фальсификации. Более того, там находится наблюдатель один, представитель один этой партии, еще и эти члены, которые там сидят от мембри бюро ложь секции Деватари. А сегодня наблюдателей, я думаю, будет по 7-8 в каждой избирательной комиссии. И вот пройти мимо вот этих наблюдателей сегодня довольно-таки сложно. Я знаю, что вот манипулировать в принципе выборами можно это в конце, вот я считаю, что это самое опасное, это на момент подсчета голосов. Для заполнения протокола. Если там не будут осторожны вот свои представители партии, вот там могут быть вот это использовать разные фокусные действия, да и обычно просто в протоколе. Х, скажем, берет 300 голосов, Y берет 600 голосов. И подмена просто цифр. Пишешь X, что взял 600, Y написал, что взял 300 голосов. А в случае обнаружения просто списал ты на ощупку. Обнаружение пошел, ты идешь в суд, опротестовываешь все эти элементы, а суд может принять, а может не принять. Есть доказательства, даже если есть много наблюдателей и нету вот на камеру снятых все эти элементы, то суду в принципе очень сложно поверить, что ты прав, потому что ты должен доказать, что есть этот элемент для того, чтобы попросить пересчет, либо указать, что этот протокол недействительный. А если один наблюдатель либо представитель только видит, это одна ситуация. Поэтому есть схватка. Каждая партия имеет право и на наблюдателя, и на представителя, и каждый из электоральных конкурентов имеет право для того, чтобы дублировать именно доказательственную базу. Потому что вот члены вот тут могут беспредельничать, а то, что голосуют мертвые души, я не верю в такие возможности. Сегодня из-за того, что есть вот эта система электронная, которая блокирует вот эти формулировки. И тут я всегда говорю, вот помню Юра Чукан, который продвигал вот эту систему, и он добился легализации этой системы на территории Республики Молдова. Это исключило очень много методов фальсификации именно на территории Республики Молдова. И фальсификация идет именно на момент подсчета голосов, они на целый день избирания были. Там всегда сидит один человек, который спит, он или не спит, он видит, что там. Вот сегодня должна быть состыковка для того, чтобы сделать какую-то манипуляцию в списках, то нужно иметь стыковку с программистом, который сидит у компьютера, который проверяет, если ты ешь в списках. Если есть стыковка между членом избирательного бюро и вот этим компьютерщиком, ну это заметно. Вот для этого и есть наблюдатель, который же должен смотреть, есть ли общение между компьютерщиком и членом избирательного бюро. И вот нужно исключать вот это общение, потому что если есть это общение, то это уже появляется вопрос. И нужно смотреть, если член избирательного бюро, что он там делает. Потому что он, в принципе, к спискам должен подходить и писать там. Только на момент, когда приходят избиратели. Если он там сидит и что-то пишет, то у наблюдателей должны появиться сомнения, что он там делает. Фадей, одно из самых обсуждаемых событий последние дни – решение правительства об открытии избирательных участков на выборы за рубежом. Как известно, в России на порядка 500-700 тысяч единовременно находящихся там наших сограждан будет открыто всего 11 участков. В то время, когда, например, в Европе там практически избирательные участки покроются всего 100% на находящееся количество наших там сограждан. Как вы расцениваете это решение? Ну, давайте сначала скажем, что решение правительства – это было предложение, вынесенное Центроизбиркома по поводу открытия вот этих избирательных бюро. Потому что решение по открытию все-таки принял ЦИК, а не правительство. Но решение правительства – это непредсказуемый акт для меня. Вот я не могу понять, почему они приняли такое предложение. В принципе, они не объяснили народу, почему они решили, что 125 только. Потому что в прессе, как я знаю, я читал, что наш посол Республики Молдова в Российской Федерации, в принципе, разговаривая с российской стороной, в принципе, согласовал там 22, что ли, у избирательных участков. Исходя из компактности людей, молдаван, которые находятся на территории Республики Молдова, у них была уже договоренность на 22. И предложение от посла Республики Молдова Российской Федерации для Министерства иностранных дел было на 22 участка. А появилось 11 участков, и они открыты вообще в других территориях. 5, как я понял, из них вообще открыты в других территориях, чем было предложение от нашего посла, в территориях, где живет по одному-двух человек в Республике Молдова. То есть как раз менее компактно. Министерство иностранных дел на момент рассмотрения в ЦИКе вот этого вопроса, они не пришли для того, чтобы объяснить, на основании чего они открыли все эти, вышли с этим предложением. Никто ничего не объяснил, ЦИК принял это решение. Я понимаю, это был в принципе шантаж правительства к ЦИКу и ко всем партиям. Почему? Потому что они вынесли, если я не ошибаюсь, 18 января вот это решение правительства, предложение. А у ЦИКа срок был до 19 января для того, чтобы решить вопрос открытия всех этих избирательных участков. И у ЦИКа не было возможности уже проверять, перепроверять, и они не имели другой возможности, как принято это решение. Но это решение в принципе базируется на непредсказуемости. Потому что и ЦИК тоже спрашивал, они друг друга спрашивали, а на основании чего мы открываем, почему они только так мало предложили. Потому что есть разные критерии в электоральном кодексе, и мы не понимаем, почему только столько предложили. И было протестовано, и в Конституционный суд вот это предложение, социалистами было протестовано, в Конституционный суд решение правительства. И в операционную палату было протестовано решение Центра избиркова. Как я понимаю, в принципе, возможности добавить есть у ЦИКа, как и исключительная мера. Если вдруг у социалистов получится перебить систему тут или тут, и доказать, что ну так нельзя. Пацаны, вы разрешили людям голосовать за границей? То дайте им столько избирательных участков, чтобы у них было прогарантировано это право. В принципе, можно получить дополнительные вот это открытие участков. Либо второе, хотя бы, может быть, получить констатацию факта, что вот так нельзя действовать. Что это непредсказуемое, это нарушение, для того, чтобы на будущие электоральные периоды, когда будут выборы, чтобы так себя не вел вот именно правительство Республики Молдова. Потому что они шантажировали Центра избиркома. Ну, я смотрел на Центра избиркома. Ну, что они могут сделать? Да ничего они не могут сделать. Почему? Потому что Республика Молдова разговаривает с иностранными государствами через посольство, либо через Министерство иностранных дел. У ЦИКа нет возможности влиять и разговаривать с иностранными государствами. А Министерство иностранных дел сказало, а мы только столько. Вот мы только на такие вопросы будем разговаривать, на 125 участков, так, как мы хотим. И ЦИК был поставлен перед фактом. Решайте, что вы дальше сделали. И ЦИК только подняли руку, и все. И этим закончилась, в принципе, их борьба против этой системы. Но это политически неправильно. То, что сделало правительство Республики Молдова, это называется политический беспредел. Нельзя так действовать. Фадей, время бежит незаметно, особенно беседе с вами. У нас еще остались вопросы, касающиеся того, как будет проходить сам день голосования, сколько бюллетеней будет на руках. Тут ведь еще есть, добавился еще и референдум. Люди получают целый ворох бумаг, в которых надо как-то разобраться. Я надеюсь, что мы с вами на эти вопросы и эти темы разберем в следующих наших эфирах. С удовольствием вас приглашу, и мы об этом объявим, и снова продолжим эту тему, тему того, как будут проходить выборы 24 февраля этого года. Спасибо вам за этот подробный анализ происходящего. Мы будем впредь следить за тем, как будет проходить предвыборный период, вот эта сама предвыборная кампания. Со своей стороны, конечно же, нам тоже нелегко, учитывая и, так сказать, рамки законодательства, которые сегодня по отношению к журналистам, если не сказать жестче, но очень требовательно влияют на нашу деятельность. Но, тем не менее, мы одновременно тоже избиратели, и нас следует понимать. Спасибо за этот эфир, и я думаю, что мы продолжим эту беседу. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был юрист Фадей Нагачевский. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...